гид фан на связи и полундра новостей много о времени мало так что начнем и если вы уже заждались новых видео то знайте терпеть осталось немного еще немного и ремонт выйдет на финишную прямую потому скоро вернусь в стабильный и привычный для вас график но если вы по какой либо причине пропустили все новости по новой ветке франции то я настоятельно рекомендую наверстать это просмотром по лундра статаха или стримом с тестов потому как повторять все нет ни времени ни возможности а вот дополнить информацию о новичках есть чем фишка новой ветки по задумке разрабов это высокая скорость очень острые углы наводки торпедных аппаратов и узкая цитадель хорош птс в придачу но вот брони на песочных с первого по пятый уровень кораблей нет вообще а значит сквозняков и будет много вторая интеракция тестов принесла в ветку изменения и так как я уже устал мучить вас своим французским пройдемся по уровням первый второй уровень получили повышение скоростренности третий нерфанули к d7 до 12 секунд то же самое сделали и с четверкой но вот скорость наводки стала пошустрей пятерки также отрезали скорость перезарядки до 12,6 секунды а с шестеркой обошлись мягче дав перезарядку в 10 секунд но стоит отметить что форсаж будет давать прирост скорости 15 процентов а не 10 как было раньше кстати перезаряжаться форсажа будет быстрей и это те изменения которые касаются всей ветки но если говорить о судьбе кораблей то начиная с седьмого уровня пошли апы семерка к примеру получила ап в виде повышения скорости вращения орудий стволы девятки и топовые орудия восьмерки получили улучшение скоростренности а вот с десяткой поинтересней там поменяли коэффициент крупа снизили потери скорости снаряда что должно отразиться на бронепробитии при попадании на средних и дальних дистанциях кроме того как сказал руководитель арт-департамента кроме чертежей крейсеров разрабам удалось нарыть и линкоры и эсминцы и вроде как проекты авианосцев так что как мы понимаем вполне себе может нарисоваться когда-нибудь полноценная нация в игре если вы вдруг уж почему-то заскучились по рангам то знайте что уже в мае нас ждет 7 сезон пока без подробностей видимо озвучили для моральной подготовки ну а еще мы узнали про старт новой кампании который должен случиться уже скоро на всех регионах одновременно при этом буквально вчера в азиатском регионе вышла новость про марафон на микасу 5 этапов цель опыт и времени предостаточно для фарма в общем если мы правы и верить вайту то ждем скорого анонса и у нас может быть даже уже сегодня а вот если вы ждете командные бои то можете запасаться терпением дальше или же вовсе забыть про них любителям халявных и полухалявных премов джеймс вайт рассказал про заказ нюнберга под советским флагом возможно как эксклюзив для нашего региона продаваться не будет что интригует ведь нюнберг вполне себе годный корабль потому я бы от такого према не отказался ну и коротко про грядущий 064 по предварительной информации ожидается от магами в конфигурации со 155 миллиметров ками виде повышения скорости разворота башен разворот после патча осуществится за 36 секунд грозового до весит маскировки в пол километра имбоин конечно от этого не станет так что ждем еще апов и может быть даже нерфов и нерфов как я думаю вы уже догадались хабаровска ведь уж очень слишком явный контраст в силе у этих советских эсминцев к слову уже в новом патче хабаровску отпилят львиную долю маневренности через увеличение почти что вдвое времени перекладки рулей орлеану кстати тоже довесит чуть-чуть маскировки но ситуация с этим апом как и с апом грозового слишком мало чтобы качать а вот основной ветки японских эсминцев повысит скорость разворота башен для больше комфортности кроме того если верить бюллетени нас ждут еще и погодные эффекты на картах кольцо и гавань интересный порт военная база который будет премиум нам фишкой будет новое крутое освещение и три вида порта в зависимости от размера и класса выбранного корабля а вот гавайи в это же время перейдут в раздел обычных портов из мелких нововведений 064 отметим увеличение пространства для отображения ников игроков в таб статистике примерно на 6 7 символов а на экране после боевой статистики на 45 символов на индикаторе циклона теперь будет отображаться текущая видимость нововведение позволит всегда точно определять дистанцию видимости в циклон что явно не будет лишним бою ну и наконец полностью прекращена поддержка xp и vista для того чтобы сконцентрироваться на улучшение игры как говорят разработчики и внедрять новые графические новшества в будущем ну и на этом фух выдохну длина выпуска новости кончились удачного рабочего дня и до связи друг послушай меня пожалуйста если ты хочешь выиграть прям корабль или получить набор флажков то подписывайся на канал с каждой круглой даты и мы любим проводить без проигрышные розыгрыша для подписчиков заодно активируй вот этот колокольчик чтобы не пропустить новые видео кстати если это видео тебе понравилось жми смело лайк и напиши комментарий об этом ну а если хочешь помочь развитием канала то поделись видео с друзьями большое тебе спасибо